добрый день на библейский портал экзегет поступил вопрос который каждый священник бы наверное тоже отнес бы к себе для многих является соблазном недостойное поведение священником которая к сожалению иногда встречается доходит ли молитва недостойного священника до бога ну вот о своем недостоинстве можно говорить очень много потому что никто из священников наверно достойно себя не считает но с другой стороны конечно жизнь человеческая очень сложное явление и поэтому в течение жизни существуют обстоятельства которые другим людям либо с точки зрения этики либо с точки зрения закона считаются там неправильными недостойными но хочу в этой связи рассказать историю которую мне рассказал владыка евстафий лет наверно 20 назад когда он был сам план послушником ему дали в попечении одного молодого человека которому которому он проводил экскурсию по лавре и рассказывал и говорит все так прошло хорошо и у ребенка представление что монахи ангелы священники святые и мы зашли в канцелярию и ждали прибытие еще еще кого-то в это время зашел священник священник и совершил ну так во первых он был не очень не очень таком хорошем настроении и то как он выражал свои мысли это как он какие вам поступки совершал привел к тому что бедный владыка бедный владыка он не знал куда деться потому что у молодого человека все впечатления которые сложились уже от беседы они все рушились на корню но когда этот священник выходил из канцелярии он вдруг остановился повернулся приложил палец кустамушка не судите о боге по папам и ушел я думаю что это конечно не сам не самая интересная история может сам показательная история но в тот момент когда владыка внутри себя будучи семинаристом сидел и не знал куда провалиться от стыда за поведение собрата появилось решение его самого главного вопроса почему вот тот вопрос который сегодня задали телезрители почему недостойное поведение свойственно этим людям эти священники это не святые люди священники это не ангелы это люди которым свойственно свойственно ошибаться так же как и всем остальным людям но провод который пропускает через себя электричество он пропускает электричество и будучи висячим на столбе и будучи лежачим в грязи электричество по нему все равно проходит ну конечно то что который является в грязи она быстрее износится быстрее может порвется но тем не менее электричество по нему все равно ходит ведь достоинство священника заключается не в том что его какие-то особенные молитвы не я думаю что никто из священников не считает себя очень важными молитвенниками ну знаете вот для меня лично как для священника существует во время литургии два очень сакральных момента на которых трепещет душа и о которых можно разговаривать наверное момент когда хлеб превращается в тело и вино превращается в кровь это особенно трепетный момент и второе когда священник заносит чашу в алтарь после причастия и туда с диска сосыпаются все частички которые он вынимал во время проскомидии и они лежали всю литургию рядом с агонсом вот этот момент у меня такое ощущение что все кто там поминались они делают такой выдох и что-то что-то меняется в этом мире в лучшую сторону потому что омыться в крови господней это великая часть и великая радость и всем живым и всем усопшим у бога же нету мертвых у него все живые и все мы там соединимся в одной чаше и это особенно радостно для меня как для священника и для того чтобы это произошло не обязательно быть особенно молитвенным иереем или протеереем для этого нужно просто добросовестно прийти пораньше на литургии и повынимать частички за имена которые подали в записках за имена которые находятся в твоем помянечке просто повынимать и положить их на дискос а потом он служит литургию божественную все правильно прочитать как там написано и в конце концов омыть кровью господней всех кто поминался за проскомидии ведь для того чтобы это совершить сами понимаете это может совершить человек который вчера ругался это может совершить человек который вчера был кем-то не или чем-то недоволен выражал свое недовольство как-то не очень красиво может быть не очень тактично это может быть человек который кого-нибудь обидел или сам на кого-нибудь обиделся, раздражился, кого-то осудил, может, какой-то другой поступок совершил. Но здесь речь не о нем лично, а речь о том, что он совершает. Доходят ли его молитвы до Бога? Все наши молитвы доходят до Бога, потому что Бог вездесущий, и любую молитву он слышит в любом месте человеческого бытия. Да, это даже не важно, священник молится или простой человек молится. Но то, что совершает священник в алтаре во время божественной литургии, я думаю, покрывает все его грехи. Ведь задача не стать безгрешным, задача совершить то, что тебе положено по послушанию. Положена тебе служить литургию, и ты служишь ее, и в конце концов, омываясь в крови Господней, мы все с вами от этого получаем великую мзду и радость. Если так смотреть на жизнь священника, то можно терпеть всех нас. А если искать ангела среди нас, то можно никогда его не найти. Потому что поживешь месячишку рядом с ангелом, и посмотришь, что кто-то сделал, так-то поступил, кто-то сказал, и здесь споткнулся и что-то ляпнул, или еще что-то произошло. И в конце концов, наше ангельское желание видеть рядом с собой ангела упирается в то, что это обыкновенная человечность. Ведь Павел Груздев тоже совершал какие-то странные поступки, да? Он при всем том, что мы понимаем, что это ангелоподобное существо. Но вот в его жизни, в его жизнеописании были моменты, когда он мог быть крепким словцом кого-то. Но это не значит, что его молитвы перестали доходить до Бога. Это не значит, что он перестал совершать божественную литургию и перестал выполнять вот эту самую главную обязанность священника превращать хлеб в тело, вино в кровь и омывать в этой крови после божественной литургии все частички, вынутые из-за броска медии. А все остальное, думаю, пускай Бог рассудит. Если мы хотим кому-то помыть кости, то, пожалуйста, без нашего участия. А если мы хотим спасать свои души, то нам придется принимать все, что вокруг нас существует, какие есть священники. Слава Богу, что они вообще есть. Если не хотите таких, ржайте детей, делайте их священниками достойными, и пускай они будут такими, какими вы хотите их видеть. Помоги всем, Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...